Вот вы, я, да и все другие люди, они являемся беспристрастными созерцателями того, что происходит вокруг. Ну, правда, вот эти ваши там медитации, фигации, созерцайте. Ну, не злите меня на эту тему. Мы не понимаем часто свое поведение в этой реальности и начинаем без видимой причины срываться, обижаться на ближних, несправедливо их обижать или прятаться от этого социума. И вот, ну, больше, чем половина, да и вот видите, у меня тоже настроение туда-сюда качается. Мы подвержены этому смену настроения, но часто многие подвержены чувству тоски, апатии, какой-то беспросветности или никчемности своего существования. Если я иногда вот могу вспылить и быть раздраженным, но я не имею вот этих навязанных чувств и беспомощности, и неуверенности, и апатии к этой жизни. А у вас получается, что в силу этих обстоятельств и ваших надумок, расшатаны нервы, у вас близкие слезы, ну, плачете по пустякам, и все вокруг вас не устраивает. Ну, дождь за окном не устраивает, солнце тоже не устраивает. И вы не можете успокоиться и обрести вот некий такой внутренний комфорт. Но комфорт – это не значит, вы в покое в каком-то лежите. Вы имеете признаки нарушения эмоционального, душевного равновесия. А у меня нет вот этого эмоционального, душевного дисбаланса. У меня равновесие, но я активен. А у вас захватывают какие-то прагматические желания. Вы уже не мечтаете, как говорит в фильме Ипполит. В окна перестали лазить к любимому, и ваша заливная рыба – гадость. Вас мучают негативные чувства, какие-то посторонние мысли, какие-то вот хлопоты и дела ненужные. И вам быстро приходит усталость. От этого обиды на кого? На себя, на людей. А от этого и страх, раздражение. И вот такое состояние у вас сохраняется долгое время. А это, как говорится, неспроста может привести к неврозу. А спустя какое-то время и к серьезным расстройствам, так называемым психосоматическим заболеваниям. Я видел таких людей на протяжении, и я долго же живу, на протяжении своей жизни, которые вот так, вот так, вот так вот. И через десятки лет получали не только язву желудка, не только сердечные заболевания или повышенное давление, но даже и рак. И вот поэтому ваше беспокойство по поводу этого отношения к окружающему миру и составляет ту сферу чувства и эмоций человека, обиды, негативные эмоции. Да тут еще общество давит вас своими условностями, заставляет жить по каким-то своим законам, подавляет многие ваши естественные инстинкты и чувства. И отрицательно действует на психику. Ну посмотрите, что вам родители говорят, что еще кто-то навязывает какие-то условности. И вот у вас эмоции подавлены ложными установками, а вы превратились в роботов, стали какими-то неестественными. Живете вот в клиповом режиме, раз-два-три, раз-два-три. Это какая-то не жизнь, а крысиная бега. Мы вообще оторвались от природы и совершенно забыли, как надо себя вести, чтобы было нам комфортно. А экология нашего жизненного пространства вообще разрушена и подавлена. И все это бессознательно воздействует на наше психологическое состояние. Я вот год прожил здесь, в Сочи, в субтропиках около моря. Вы думаете, для чего я сбежал сюда? Из Москвы, где я комфортно жил. А здесь по углам второй раз меняю квартиру. А потому что природа, экология – это моя душа. Душу лечите ощущениями. И я сейчас поговорю с вами, выйду на море, буду дышать этим воздухом. Помните вас от этого клипового режима, от этих крысиных бегов. Вы как парень из цирка, вот эти ослики бегаете. Вас одолевают эти тягостные мысли. А иногда некоторым кажется, что он слабый, несовершенный. Он боится признаться в собственных ошибках. И вот этот груз комплексов сказывается на вашем самочувствии. А в конечном случае и на здоровье. Ребята, здоровый образ жизни – это классно. Но здоровая психика еще важнее. Я вот хочу заняться здоровым образом жизни. Пора уже. А с психикой у меня все нормально. И посмотрите, друзья мои, этим летом приезжайте ко мне. Мне будет 70. Поздравьте хоть. Подписывайтесь на мой канал. Я вас жду. У нас есть о чем поговорить. И мы многое решим в вашей жизни. И поднимем качество вашей жизни. В общем, пишите. Обращайтесь по скайпу. Я знаю, как изменить вашу судьбу. И не ищите ее в скрижальных книгах судеб или раскидывания бобов или каких-то карт. Жизнь и ваша судьба в ваших руках. И здоровье в том числе. Так что, друзья мои, мы вместе. Субтитры сделал DimaTorzok